Когда прыгаешь на батуте, у тебя сокращаются мышцы при приземлении на сетку. Полностью короткие сокращения. Могу сказать по статистике, 15 минут прыжков на батуте заменяют 5 километров бега. Конечно, представляете? Нагрузка. Ты прыгаешь, получаешь порцию эндорфинов, гормон, счастья. При этом еще и худеешь. Я закончил спортивную карьеру профессиональную в 2012 году. С 2012 года по 2014 я прорабатывал полностью бизнес-план. Я делал проект зала. Я думал, что у меня там будет, какие тренеры у меня будут работать, какой вообще в целом будет функционал залов. Здесь должны быть и батуты, и акробатические дорожки. Можно подтянуть еще художественную гимнастику сделать. Мы когда в 2000 году первый раз полетели во Францию со сборной России на показательные выступления, мы тренировались в коммерческих гимнастических клубах. Я это тогда еще увидел. Мне это очень понравилось, потому что все яркое, красочное, много детей, у всех детей положительные эмоции. И мне это понравилось. Я тогда уже взял на заметку. У меня появилась мечта, что я, когда закончу свою спортивную карьеру профессиональную, я 100% открою гимнастический центр. Гимнастика в целом – это культура движения, укрепление мышечного аппарата, развитие опорно-двигательного аппарата. Поэтому здесь много плюсов. Одни сплошные плюсы – это же все растяжка, это развитие вестибулярного аппарата, это умение общаться со сверстниками. По бизнес-плану у меня минимальное вложение – это 10 миллионов рублей было всего лишь, чтобы создать один гимнастический центр, где площадь зала будет составлять от 4 до 500 квадратных метров всего лишь. В принципе, первый проект – он около 10-15 миллионов получился. Ну, плюс-минус реклама, соответственно, аренда помещений и так далее. На самом деле, я недавно на этом обжегся, человек вложил денег. Я развил этот клуб, естественно, пиаря этот клуб своим именем, привлекая звезд мировой гимнастики, звезд шоу-бизнеса, много других людей, разные СМИ и так далее. И вот в итоге люди поняли, что бизнес прибыльный. В общем, подвинули меня. Жалко, что пользуются именами людей и нашей добротой, потому что мы спортсмены честные, мы воспитаны спортом, ну, мы открытые люди. На данный момент нас очень выручил владелец батутного центра «Свобода». Он пустил нас, у него очень много свободного места в зале, так что мы сейчас устанавливаем опять снаряды и развиваем. В целом, проект, он действительно прибыльный. И вообще я хочу открыть сеть клубов, именно чтобы создавать межклубные соревнования, чтобы готовить детей к российским соревнованиям. Почему бы и, допустим, спортсменов из гимнастического клуба, ну, образно, Антона Гладсудского не отправить на чемпионат России, а в дальнейшем, чтобы они выступали за сборную. Я могу сказать конкретно, у нас от 80 до 120 тысяч тренер спокойно зарабатывает. Если он работает, полный рабочий день. Мы за пустые часы никому не платим, но у нас очень хорошие ставки. Шесть тренеров у меня по гимнастике, по спортивной, два тренера по художественной гимнастике и шесть тренеров по батуту. Мне бы хотелось, ну, минимум, наверное, клубов 15 по Москве, потому что Москва очень большая, а гимнастика, она должна быть, она должна присутствовать в каждом дворе, в каждом районе Москвы, в каждом районе страны нашей, как футбол в Бразилии. В последнее время, на самом деле, очень часто стали приглашать, но в силу того, что не даешь забыть о себе, развиваешь что-либо. Ну, в данном случае я развиваю гимнастику. Даю здоровье детям и их родителям, поэтому привлекают, я нужен. И слава богу, что так происходит. Я не пытаюсь быть там мега-звездой какой-то, но делать добро, как минимум, хотелось бы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова